Добрый день, спасибо огромное, что услышали возмущение четырех сел, добрые друзья, это Деслинжа, Петчак, Джалтай и Абдарма. Сегодня жители села Деслинжей и вот Али Федорович, жители Чагаш приняли решение о том, чтобы выйти с пикетом, о том, чтобы аккаунтный комитет и обязательно, чтобы депутаты народного программа услышали об этом и поняли о том, что нарушается закон об округе Грузии, нарушается закон, который и вы принимали, уважаемые депутаты, закон о костяне комиссии. К этому закону очень много применили депутаты о том, чтобы в УЗИ была такая справедливость и распределение денежных средств. 4 января исполнительным комитетом был рассмотрен вопрос о распределении денежных средств и достаточного бюджета. Это капитальные расходы, которые были утверждены парламентом, более 15 миллионов рублей. И по каким-то причинам эти 4 села не получили. Мы с возмущением и мы хотели бы и требуем о том, чтобы герцат народного собрания оценили это и справедливо распределили их ко всем селам. Потому что мы болеем как за свои села, так и за Гагаузию в целом. Мы желаем, чтобы Гагаузия развивалась грамма лично по всем населенным пунктам и распределение было согласно численности населения. Спасибо. Хочу проинформировать, что я получил от Олега Федоровича ваше обращение. И завтра будет заседание комиссий по бюджету. Вы можете тоже поучаствовать в комиссии как примары на селе пунктов и высказать свою точку зрения, свое мнение. Хочу вам сказать, что скорее всего мы будем просить, чтобы этот проект закона не рассматривался на этом заседании. Посмотрим, как решит завтра комиссия по бюджету. Потому что она поможет решить этот вопрос. Мое мнение, что надо его расширенно обсудить. Сесть и с членами исполкома на задний стол, и депутаты народного собрания, и при вашей корпусе обсудить и решить вопрос по справедливости. Поэтому посмотрим завтра, как решит комиссия. Поэтому я даже думал, что вы завтра подойдете по своим вопросам. Это очень правильно, своевременно. Поэтому предлагаю завтра на комиссии рассмотреть вопросы. Дальше посмотрим, чтобы не переходить за рамки. Мы коллегиальный орган, здесь не решает один человек, здесь решает коллегиально. Поэтому мы услышим ваше мнение и будем рассматривать вопрос. Как все, что вы хотите рассказать? Владимир Владимирович, спасибо за приглашение. Увидев, что, в принципе, наши односельчане, наши жители двух сел, вот таким образом вынуждены выразить свое удовольствие в свой протест. То есть финансовой политикой, которая ведется, по крайней мере, исполнительной в данном случае. Я благодарен вам за то, что вы нас приняли, сами пригласили. Я очень надеюсь, что третий этаж исполнительная власть в лице Башкана тоже нас пригласит и спросит, почему же мы вынуждены прийти сегодня жители двух сел и пикетировать здания наших региональных властей. И вызвано это, конечно же, последним возмутительным, на мой взгляд, решением исполнительного органа по распределению капитальных инвестиций, исключив и поделив фактически население Гагрузии на своих, не своих, чужих и так далее. Это недопустимо, это недопустимо ни в каких отношениях. Причем, если бы исполком использовал наши же законы Гагрузии, в частности, закон по карте инвестиций, то никаких бы вопросов не возникало. Все на то, что население, согласно нашего законодательства, кому сколько распределили и все. И решением совета. Совершенно верно, совершенно верно. Это было бы объяснено понятно, по-честному и по-порядичному. Но здесь получается, что ущемлены не только наши четыре села. Ущемлено 15 села автономик. Нашим четырем населенным пунктам не дали ни копейки. Но еще 11 населенных пунктов, если бы распределение проходило по нашему Гагрузовскому законодательству, они получили бы больше, чем в этом списке. Во всех попытках получить ответы, каким образом этот документ вообще появился на заседании исполкома, если нет ни одного юридического нормативного акта в нашей стране, который бы утверждал тот список, о котором мы знаем распределение. То есть, выяснили, что это тоже на обработке исполкома Министерства финансов. Вот, извините, мы имеем свою автономию. Вот бюджет, я сказал, что у нас ввел бюджет, где одной строчке указано, о том, что эти списка выделяются автономией. А в автономии есть исполкома Министерства правительства. Есть народное собрание, которое имеет полномочия распределять эти списки. Это там принадлежит вопроса 15 рублей. Но как можно исполкома Грузии в данном случае настолько уничтожать свою же автономию, пренебрегая своими законодательствами? Эта политика, на мой взгляд, ведет не к укреплению нашей автономии, а на еще большее приростное влево. Плюс, есть и другого характера вопроса касаемо Копчака в частности. Я вчера Татьяне Михайловне в привычной встрече доказал, доказал вот эта вся парка с цифрами, я ей доказал о том, что Копчак ущемляется более чем на миллион лей по детским садам. И не только Копчак, но и другие населенные пункты. Когда в одном населенном пункте на одного ремонта умеряется по 30 тысяч лей на одного ремонта, а по каких-то 20, допустим, как в Бюджике, и возникает вопрос, чем в Копчаке, в Бюджике и в других селах дети хуже, чем, допустим, в других населенных пунктах, где выделяется 30-40 лей на одного ребенка. Дорожный фонд. Значит, всего это Бюджак, Копчак, Безгинжак, Ангас, Камрад не получают ни одного лей из дорожного фонда. Но наши же автолюбители все участвуют в формировании этого регионального дорожного фонда. И получается, что Кишнев и республиканские власти всем нам дают средства, а родная Грузия не дает ни одной копейки. То есть, вот эти все возмутительные вещи со стороны исполнительной власти, мы сегодня еще раз хотим подчеркнуть. Бюджет Гагаузии, это не зарплата Башкама, Примара, Предсакра, Народосфорана или кого-то. Это народные деньги, которые мы все собираем по крупицам, и они должны распределяться как в семье справедливо. Мы выступаем против этой несправедливости. Олег Георгиевич, спасибо. Я предлагаю на этом этапе сегодня заключительную беседу провели. Завтра будет заседание комиссии, мы будем в зале заседания. Расширены, пожалуйста, без проблем. Вы можете все вопросы, мы сегодня не обсуждаем здесь никакие. Вы проинформировали, я вас тоже информирую. Поэтому, и хочу еще раз отметить, что мы коллегиальный орган, поэтому будет приниматься коллегиальный решение. Но нас может тоже рассчитывать, в плане того, что мы должны это все рассмотреть. Я вообще предлагаю, чтобы... Будем, наверное, заседать с одним вопросом бюджета, потому что это будет правильно. Если посмотрим, что решит комиссия, мы будем предложения снять вопросы с ним. Моей комиссии завтра спущусь и предложение. Спасибо. Если что-то не было сказать... Очень жаль, что мы доходим до этого, что люди приходят сегодня на улице. Очень жаль, что мы собираемся закону. Было сказано уже, что есть закон о расправлении денежных средствах. Очень правильно сказано под подмечением, что эти деньги не народного собрания, не исполненного, как это, это деньги нашего народа. И нашего народа деньги должны расправляться пропорционально. Благодаря нашим законам, которые принят по автономии. Если кто-то решил расправить, как им хочется, это наши власти, то я считаю, что это очень неправильно. Должны соблюдать закон. Если мы не знаем, как расправить, хотя бы соблюдать закон, если бы не дошли до этого, чтобы люди уходят сегодня на улице и требуют свое. Не надо нам подачки давать. Дайте нам то, что поможет. Спасибо вам всем. И до этого, я думаю, что дойдем до того, что расправить по пацанам. Спасибо. Спасибо.